приветствую меня зовут артем первушин вы на канале по инвестициям на фондовом рынке в этом видео будем продолжать инвестировать в рамках дивидендного портфеля и рубрики инвестиций с нуля не выходил свет с этой рубрика уже около месяца и за это время мой портфель прирост на 30 тысяч рублей последний раз там было что-то около пары тысяч рублей прироста сейчас видим что 33 тысячи прибыли это связано с тем что а российский рынок фондовый сильно перепродан недооценен и рубль обесценивается это выражается в росте активов в том числе купленных акций при том что у меня портфель еще раз подчеркиваю не ростовой он заточен на дивидендную доходность и даже так он неплохо растет будем продолжать покупать акции даже на этом росте поскольку пассивный инвестор покупает акции всегда каждый месяц независимо от того рынок падает или растет я просто покупаю активы для того чтобы они приносили мне пассивный доход 55 тысяч рублей в этом месяце я пополнил и буду покупать по своему плану акции в конце видео отвечу на вопросы из комментариев я по традиции делаю так в каждом видеоролике поэтому возникнут вопросы или что захотите прокомментировать пишите в комментарии я на все это отвечу уже в следующем видео и напоминаю что посылка внизу мои соцсети находятся где появляюсь чаще чем на ютубе вот например telegram я в начале видеоролика тоже показал можете сканировать qr-код телефоном с экрана подпишу подпишитесь автоматически и еще ссылка внизу будет на мой инстаграм аккаунт где тоже появляюсь чаще чем здесь на ютубе что же давайте пойдем посмотрим что по портфелю происходит что же дало феноменальный прирост такой роста является феноменальным 10 а то и 15 процентов за месяц получаешь не каждом месяце при том что 30 тысяч рублей это сравнимо со средней зарплатой в россии конечно средняя зарплата больше раз в два но далеко не все в россии получают и при том у меня всего-то отложено было 250 тысяч рублей если получать условно там по 50 60 тысяч рублей в месяц откладывать всего лишь 10 процентов те же самые 5-6 тысяч рублей то за годик-другой можно пассивно спокойно не напрягаясь отложить это же самое 250 тысяч и допустим если вы их инвестировали вот получили бы уже спустя пару лет с полного нуля если у вас ничего абсолютно нет в активах прирост за месяц в 30 тысяч рублей результат достаточно феноменальный и что же принесло основную доходность эта таблица с моим счетом с моим портфелем и видно что большую часть прибыли принесла компания лен энерго при том обращаю ваше внимание что дивиденды доходности она почти не приносит то есть дивиденды от текущей цены составляют меньше двух процентов это достаточно смешно особенно сравнимо если с газпромом который там 30 процентов дивидендной доходности потенциально может принести два процента абсолютно ни о чем тем более в рублях но компании которые выплачивают относительно небольшие дивиденды они как правило будут неплохо развиваться и увеличивать выручку увеличивать прибыль соответственно будут расти в цене что вот мы наблюдаем с акциями лен энерго то же время меньше всего прибыли принесло получается что у нас здесь норильский никель с относительно высокой дивиденды доходности в потенциально 15 процентов также мало принес газпром как раз таки с доходностью в 30 процентов годовых с дивидендов мало принесла компания россети центр и при волжье с доходностью дивиденды в 9 процентов и очень мало принесла компания что же там на сбербанк ну там доходность тоже около 10 процентов при том есть компании которые и дивидендами платят потенциально много и приросли не слабо хотя как относительно не слабо не 500 рублей да вот а около 3000 рублей мне принесли это получается газпром нефти и так нет нефтяные компании подросли и принесли мне прибыль что же давайте пойдем докупать то чего не хватает в портфеле и напомню что делаю я это через брокера бкс это лучший брокер в россии с абсолютно отсутствующими комиссиями на покупку активов то есть инвесторы комиссии вообще не платят то есть абсолютно бесплатно покупаю компания бкс-то топ-1 брокер в россии по объему активов клиентов и не удивительно стоил лучшими условиями на рынке я это к чему все говорю потому что реферальная ссылка на открытие счета бкс будет в описании вам его за пять минут онлайн откроет он будет абсолютно бесплатно вас будет подключен тариф инвестор где комиссия 0 процентов и 0 рублей в месяц то есть вы его можете сейчас открыть вообще даже если забудете про него ничего с вас списывать не будут вам бесплатный за пять минут откроет счет и в чем прикол реферальной ссылки внизу за вами закрепится персональный менеджер сергей который поможет вам и вне инвестиционный портфель составить и будет вашим инвестиционным консультантом может может спросить ему любой вопрос у вас будут его контакты во первых он с вами сам познакомиться позвонит к после рук вы счет откроете должно пройти какое-то время очевидно что много людей открывает счета и не всем он сразу звонит это к сожалению возможно но тем не менее он сами познакомиться представится сам позвонит и если нужно будет то вы через приложение можете к ему обратиться в чате или там будет его контакты можно ему будет позвонить любые вопросы инвестиции задать может вам и портфель составить что еще подсказать и поможет с переводом активов теоретически можно перевести активы от одного брокера другому без продажи то есть чтобы не платить комиссию не фиксировать там какой-то убыток если вы купили акции дорого сейчас они в минусе находятся просто взять и перенести к другому брокеру это тоже возможно даже индивидуальный инвестиционный счет можно перенести и сделать это поможет персональный менеджер так вот я 55 тысяч рублей пополнил в этом месяце я столько могу себе позволит отложить на этот счет и пойдем покупать активы обращаю ваше внимание на следующий показатель это текущее значение индекса московской биржи 3144 пункта сейчас индекс мосбиржи показывает от максимума своего он все еще находится просадки на 26 процентов это значит что я должен инвестировать не все свои средства на счету я должен ставить долю кэша в 6 процентов вы можете видеть на экране сейчас мое распределение доли кэша при падении фондового рынка то есть если в рынок падает на 35 и более процентов от максимума я кэш вообще на счету не держу если рынок идет на новые максимумы то я держу 20 процентов доли кэша ну и соответственно в диапазоне от максимума до минус 35 процентов ведь распределение доли кэша сейчас нас должно составлять 6 процентов и соответственно я из 56 тысяч рублей которые у меня есть на счету должен инвестировать сегодня 37 тысяч рублей при том здесь отображаются проценты отклонения от изначально мною запланированных в портфеле то есть если у меня какой-нибудь сбербанк перекуплен на 3 процента я выбрать сегодня не буду в портфель дальше докупать я буду докупать например что вот это на 3 и 7 процентов стоит линэнерго например акции линэнерго я сегодня буду брать и все что не достает в портфеле это все будем покупать что же пойдем брать по порядку показываю как это делается просто по рынку покупаю моментально в один клик заходим на рынке и смотрим что я должен купить линэнерго лсн g у него тикер тикер вводим сюда рассети линэнерго причем в комментариях я много видел вопросов касаемых привилегированных акций я не вся компания с портфеля проверил на наличие привилегированных акций хотя это нужно сделать поскольку акты привилегированные имеют другую дивидендную доходность и возможно более высокую что в рамках мой портфеля будет более выгодно но что-то вот я к сожалению не могу выделить время и проанализировать все эти компании а поскольку я занимаюсь трейдингом это основная моя деятельность и основном время у меня ходит на него но ничего страшного абсолютно то есть если акции линэнерго будут расти очевидно что акции привилегированные линэнерго тоже будут расти и нет никакой ничего сложного нет в том что перевести потом акции обычные линэнерго привилегированные посредством продажи обычных покупки привилегированных если я позже обнаружу что дивидендная доходность по ним будет выше кстати вы можете в комментариях написать посчитать сколько дивидендная доходность какой компании на привилегированных акциях на обычных будет интересно почитать пока я самостоятельно это не проверил покупаем по рынку покупаем сколько акций хороший вопрос один лот это 100 штук стоит он 3000 рублей ну давайте купим 10 лотов это будет нет это много это 28 тысяч рублей получится давайте пять лотов я куплю просто покупаю по рыночной заявки она исполняется моментально исполняется по стакану и без каких-либо комиссии абсолютно что же закрываем и идем дальше покупать дальше будем что же мы в портфеле не хватает еще еще на 2 процента у меня не хватает россети центр и приволжье и группа черкизова на один процент не хватает их я сейчас и возьму мрк и пи россети центр приволжье имеет тикер покупаем 1 1 лот это 10000 акций 10000 акций это 3400 рублей но также давайте наверное вот 55 много будет но эти четыре лота возьмем нажимаем купить отлично заявка исполнена идем дальше группа черкизова как видите они до копейки все считают то есть если после покупки у меня останется там не 6 процентов доля кэша чуть меньше допустим 54 процента абсолютно ничего страшного со временем когда мой счет будет все больше 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 и новые пополнения которые ежемесячно делаю они не будут сильно влиять на распределение компаний в портфеле там уже можно будет гораздо проще и более точно четко по процентам следовать и распределению компаний в портфеле и следованию доли кэша пока я просто приблизительно примерно прикидываю в голове цифры и покупаю акции так поехали группа черкизова нажимаем купить на счету остается 27000 рублей и сколько стоит один лот он стоит 4000 рублей давайте купим два лота и запишем наши покупки в таблицу и так таблицу обновил и перед тем как посмотрим на текущую статистику по портфелю и как я движусь к цели обращу внимание что ошибки бывают у всех и я неправильно посмотрел на цифры в своем портфеле значение посмотрел то я все правильно и я неправильно их по цветам распределил минус 3 процента это значит что как раз таки у меня тот же сбербанк отстает от своего показателя вот сюда не обратил внимание что он должен быть на 6 половиной процентов а куплен всего лишь на 3 я думал наоборот перекуплен не обращая внимание на эти цифры ехал я получается усилил еще больше перекос в те компании которые брал в прошлом выпуске тот же самый для энерго у меня сейчас в портфеле превышает любой показатель на 8 процентов что не есть хорошо но постепенно будем исправлять и буду докупать как раз ките компании которых портфеля не достает окей ничего страшного следующий раз делаем упор именно на верхнюю часть портфеля так скажем и я сегодня докупил компании которые дивидендные доходности большой не показывают соответственно моя ожидаемая дивидендная доходность подросла не сильно но все-таки дивиденды есть и чуть-чуть но рост произошел обратите внимание что если в прошлый раз ожидаемой дивидендной доходности в месяц было 1650 рублей сейчас она выросла уже до 1800 при том в следующий раз буду докупать компании с верхней части списка где преобладают высокодивидендная история и на следующий выпуск я предполагаю что за 2000 рублей спокойно будет ожидаемой дивидендной доходность больше 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 и как видите постепенно движусь к цели конечно расходы у меня высокие тем более что я живу не в россии расходы и отражаю данной таблицы в рублях чтобы как-то сравнивать дивиденды с своими расходами и они будут постепенно россия пока что не обновил информацию по расходам но они будут увеличиваться к сожалению или к счастью из месяца в месяц но тем не менее при старых расходах моих их покрытие составляет уже почти пол процента то есть я на пол процента уже подвинулся к финансовой независимости цифра смешная кажется на первый взгляд если вы никогда не работали с фондовым рынком не знаете ничего про сложный процент про горизонт планирования и так далее объясню для тех кто вдруг новичок и только что пришел подумать что ты шутку полпроцента не буду к я вообще инвестировать смысла в этом нет во-первых кроме того что я получаю дивиденды как основная цель моего портфеля это наличие дивидендов я также зарабатываю от своих инвестиций посредством роста и вы видите что дивидендные доходы смаждаем этом полторы тысячи рублей в месяц но на рост я заработал 30 тысяч рублей это такой приятный бонус который теоретически я могу использовать для чего-то если я продам свой портфель на делать этого естественно не буду поскольку я удерживаю долгосрочной перспективе чтобы получать дивиденды следующий момент дивиденды имеют свойство расти то есть если я получал скажем 10 процентов дивидендной доходности на компанию которая стоила 100 рублей она вырастает в цене и уже стоит например 130 рублей я заработал на ее росте как раз эти самые 30 тысяч рублей но потенциально дивидендная доходность например сохраняется на той же отметке в 10 процентов то есть компания зарабатывает больше денег из-за обесценивания рубля или за открытие там нового направления в бизнесе неважно по любой причине начинает зарабатывать больше денег теоретической точки зрения она на дивиденды допустим искать те же самые там проценты что и всегда от чистой прибыли дивиденды соответственно будет больше то есть мои дивиденды также будут расти и там составят уже не полторы тысячи рублей а там сами по себе вырастут до 2000 рублей в месяц просто это не быстро произойдет а скажем год году это будет видно и в таблице я данные обновлю позже то есть дивиденды они имеют тенденцию к росту сами по себе еще и с течением времени плюс я эти дивиденды которые получаю в акции реинвестирую увеличиваю долю свою в этой компании и с течением времени чем больше тем более срок проходит тем быстрее я приближаюсь к своей цели уже абсолютно пассивно то есть скажем если я откладываю по 50 тысяч рублей в месяц первое несколько лет прирост моего портфеля будет в основном за счет моих пополнений но уже отпустя несколько лет рост портфеля дивиденд на его доходность она будет преобладать и по сути я даже вот несколько лет проинвестировал 50 тысяч рублей в месяц могу даже перестать откладывать деньги в портфеля просто реинвестировать то что получаю с него дивидендами и скажем лет через 10 20 30 даже с учетом что я никаких пополнений сам не вносил я могу выйти на пассивный доход ну там зависит от того какие компании вкладываете с какая ваша цель до какого горизонт планирования это все нужно считать персонально но сложный процент работает таким образом что вот это значение ожидаемые дивиденды в месяц она будет расти экспоненциально с течением времени видим что она выросла не сильно до за последний срок это связано с тем что купила сейчас компании на относительно небольшую сумму плюс они достаточно мало дивиденд доходности дают но эти же компании который купил прошлый раз они же они вот мне принесли ведь а 34 тысячи рублей от роста то есть дают у меня прирост был 2 900 2900 рублей сейчас аж 34 тысячи приятно с одной стороны приятно с другой стороны это означает что я эти компании будут покупать по завышенной цене что есть хорошо для дивидендного инвестора в идеале дивиденды инвестор должен покупать портфель высоко дивиденды которые относительно не сильно будут расти но дивиденды выплачиваться будут стабильно в идеале дивиденды должны стабильно расти найти такие компании не про не то что не просто я бы сказал наверное невозможно поскольку компания если стабильно если она надежна если она относительно безрисковые ты из таких компаний собрал свой портфель они будут в любом случае расти и возможно расти даже сильнее чем весь остальной рынок придется покупать с каждым новым периодом все дороже дороже и дороже. Почему они будут расти? Потому что все инвесторы видят, насколько компания надежная, недооцененная, например, и начинают ее покупать, цена взлетает. Это рынок так работает. Ничего удивительного. Ну что ж, а теперь пойдем посмотрим комментарии ваши. Напомню, что на все комментарии отвечаю. Вот в конце таких видеороликов пишите под этим видео свои вопросы, которые у вас возникают. Я в следующем видео отвечу. Некоторые из этих комментариев, они на самом деле требуют ответа в рамках отдельного видео. Например, самый же первый комментарий можно было просто купить доллар. Требует ответа и разбора детального в отдельном видео, поскольку, если кратко на этот комментарий дать ответ, то нет. Доллар покупать не нужно. Его покупать бесполезно. В некоторых случаях его покупать вредно. И вообще нельзя этого делать с точки зрения финансово грамотного человека. Если у вас накопления совершенно небольшие и они составляют только подушку безопасности и вы просто деньги храните в валюте на черный день, только в таком случае нужно покупать доллар. И то, наверное, не на все свои деньги. Там уже вопрос стоит, когда они вам могут понадобиться. Если в короткий период времени, то вообще возможно доллар покупать не стоит, поскольку, ну, а если он в короткий период времени упадет, вы потеряете на этом. То есть там много есть нюансов, но по сути, кроме подушки безопасности, доллары покупать незачем. Есть еще один вариант. Если вы в долларах инвестируете в какие-то зарубежные активы, как, например, раньше я на этом канале показывал свои американские портфели на американском фондовом рынке, но сейчас в текущих реалиях, если вы живете в России, я все-таки рекомендовал обратить внимание в основном российские активы с точки зрения прошлого опыта, да, прошлогоднего опыта с блокировкой активов в самом безопасном и возможно даже выгодным решением будет инвестировать в российские компании. Все-таки они а, еще недооценены, б, их еще и не заблокируют. В, дивидендная доходность там достаточно высокая. Г, Россия является развивающейся страной, развивающимся рынком. Такие страны потенциально, фондовый рынок таких стран потенциально дают большую доходность, чем, допустим, тот же американский рынок. Но тут есть свои нюансы, в частности, валюта обесценивается. Как-то можно это хеджировать? Можно теоретически, не знаю, взять, например, ипотеку и у вас, если есть ипотечный долгом в 10 миллионов рублей, он постепенно тоже будет обесцениваться вместо тем, как обесценивается валюта внутри страны. И есть смысл купить недвижимость, например, в ипотеку и параллельно иметь брокерский счет. Просто многие делают так, что имеют брокерский счет, потом продают все активно брокерском счету и покупают недвижимость без ипотеки, без привлечения потеческих средств. На самом деле, на развивающихся рынках есть смысл рассмотреть вариант инвестиций параллельно с тем, что у вас есть какие-то долги. Например, у меня есть портфель недвижимости, который я набрал в ипотеку. Как раз-таки в прошлом видео про это рассказывал. Но тут нужно, в общем, разбираться достаточно долго, считать цифры и, ну, если мы рассматриваем ряд инвестиций через ипотеку, там надо еще смотреть, под какой процент у вас ипотека. И выгоднее в некоторых случаях, если под высокий процент у вас ипотека, конечно, гасить ее, а не инвестировать на фондов бренки параллельно. Ну, ладно, идем дальше. Спасибо. Очень вдохновляют люди, которые рискуют, действуют, перестраиваются, снова действуют, строят и мешают, рассоветуются, восстанавливают, но нужно продолжать. Я бы сказал, на самом деле, что нет никакого риска в инвестициях. Ну, нет, с точки зрения теории, конечно, риск есть потерять свои деньги. Но с точки зрения конечной цели, если у вас есть цель жить припеваючи, иметь какой-то пассивный доход, иметь много активов, очевидно, что с такой точки зрения рисковать будет больше тот, кто не инвестирует. Поскольку если вы не инвестируете, вы сильно рискуете не получить, не достичь своих целей, не получить никаких активов в будущем. Ну, как получить какие-то активы, если вы их не покупаете и вы не можете не инвестируете? Скорее всего, никак. Артем, спасибо. Ждут твоих новых выпусков. Я сейчас в процессе выхода из перезагрузки. Как ты в апреле? Удачи, могу пожелать. Ну, норм прическа стала. Касательно прически, я... А, это Илья ответил. Я в инстаграме делал челлендж за май, по-моему, месяц. На трейдинге я должен был заработать миллион рублей, показывал в реальном времени. Не заработал миллион, близко было, но не дотянул. И постригся на волосы. Откуда берете API для таблиц? API для таблиц я нашел в интернете, можно погуглить. Я нашел API для таблиц по российскому фондовому рынку через московскую биржу. Я нашел человека, кто эти API встроил в таблицу, просто скопировал у него и подтягивается сразу с московской биржи. Через какую биржу вы занимаетесь трейдингом? Через Binance. Ипотечный инвестор это очень смешно. Может быть, для того, кто не имел дело с недвижимостью, это и будет смешно. Для того, кто думает, что там любой какой-то ваш долг это большой минус. Так оно и есть, если вы рассматриваете набор долгов под покупку там айфонов, например. Но на самом деле в долг можно покупать и активы. И да, я бы сказал, что нужно покупать только активы в долг. Если у вас нет денег на айфон, айфон покупать не надо. Если у вас нет денег на квартиру, например, во многих случаях будет выгодно купить квартиру, нежели, допустим, ее арендовать. Либо у вас есть уже квартира, вы покупаете вторую и сдаете ее в аренду. Во многих случаях это будет выгодно нужно считать цифры конкретные там например их смотреть будет во многих случаях будет выгодно спасибо за видео чтобы ты делал если в данный момент у тебя не было капитала как зарабатывать денег работал бы постепенно зарабатывал и куда вкладывал зависимости от ситуации это также посмотрели какие у меня знания были бы со своими знаниями туда же вкладывал куда я сейчас абсолютно фондовый рынок недвижимость крипто каждый когда-то сериал на бирже деньги сила нервы желание заниматься этим но не каждый возвращался более продуманным планом наверное можно сказать свой путь 9 квартир сколько времени потрачено как копил деньги на квартиры спасибо во первых купил в 2018 году это был нижний тагил потом год 19 и 20 20 я приехал в сочи и купил там первую квартиру продав тагильскую у меня была квартира в сочи а потом я у меня был прецедент когда покупал квартиру сочи я был деньги с фондового рынка можно найти на моем канале того периода видеоролики меня портфель был на солнечных 15 миллионов рублей 20 миллионов рублей вот я туда часть денег снял чтобы купить всю недвижимостью в сочи свой первый понял что недвижимость интерею инвестировать не интереснее чем на фондовом рынке и просто свои деньги начал укладывать не в портфель на фондовой бирже а уже недвижимость начал инвестировать в том числе с ипотеками последнюю свою квартиру я купил в москве год назад 2021 году и на самом деле по недвижимостью там те же самые 9 квартир купить можно достаточно просто если мы рассматриваем квартиры они в москве потому что москве не невероятно дорога стоит одна квартира моя в москве составляет половину моего инвестиционного портфеля недвижимости если мы они в москве рассматриваем недвижимость б рассматриваем инвестиции в ипотеку по сути если у нас есть сумма чтобы купить какую-то квартиру например то 10 миллионов рублей то по сути с привлечением потечных средств можно купить 5 квартир с первоначальным взносом 20 процентов вот и вся логика там дальше считаешь какие объекты смотришь и ну самое главное чтобы у тебя был доход который будет эти ипотеки покрывать у меня был на момент когда я все это дело накупал плюс где было было достаточно денег чины ремонт и вот я провел сколько три ремонта по моему после как 33 объекта мы издали сдались потом бизнес развалился и я уменьшил долю я умешал количество квартир уменьшил ипотечную долю в своем портфеле до приемлемого значения артем привет вопрос чуть не по теме подскажу с чего стоит начать изучение крипты что главное стоит понять нужно начать изучение крипты с финансовой грамотностью и с того как работает рынке как работает экономика еще до крипты а потом уже отдельно гугли что такое крипто почему нас стоит денег а чего зависит и так далее куда делал фирма также очки которая покупал потерял много денег на них продал за бесценок нафиг они мне не нужны когда они мне минус обходятся квартиры продавали с ипотекой да 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 у меня все квартиры которые продал были с ипотекой продажа квартир с ипотека происходит разными способами в зависимости от покупателя можно договориться с человеком когда ты продаешь квартиру с ипотекой что он гасит твою ипотеку но очевидно ты не можешь ему продать квартиру куда у тебя есть обременение соответственно обременение нужно снять можно говорить с человеком что он снимает обременение за свои деньги погашает тебе ипотеку обременение банк снимает и после этого вы выходите на сделку ты продаешь ему квартиру но часто люди сливаются с такой схемы потому что ну как это так и я бы на самом деле так не покупал недвижимость он как-то так я даю свои деньги до человеку он гасит ипотеку а потом просто не допустим квартиру не продает очевидно что так просто обмануть человека нельзя естественно когда он передает тебе деньги и ты гасишь ипотеку его деньгами там заключается договора дополнительная но теоретически люди боятся чего боятся того что даже вы плевать на эти договора их кинут и там потом годами придется через суд свои деньги отсуживает этого люди часто боятся и часто приходится закрывать сначала ипотеку за свои деньги а потом продавать квартиру по моему пару квартир я продавал прям за наличные людям которые готовы были эту недвижимость купить сразу закрыть ипотеку и остальные насколько квартир продал слушать я даже не помню 45 сбился счетом на таблице посмотреть где-то две квартиры полу продал за наличные и три квартиры я погасил сначала ипотеку а потом совершил потом уже вышел на сделку ну еще есть вариант когда человек покупает сам в ипотеку там уже зависит от банка в каком банке у тебя ипотека в каком банке он берет ипотеку некоторые банки могут работать таким образом что банк закрывает ипотеку снимается обременение и человеку переходит недвижимость в его имущество но многие банки так делать не соглашаются и условия выхода на сделку ипотека ипотека одно когда я гашу свою ипотеку да там короче есть нюансы и сложности но в целом все решаем особенно если есть накопление на гашение ипотеки которыми в целом то и были мне ничего страшного не было погасить ипотеку потом продать недвижимость было было бы неприятно и себя погасил ипотеку и на сделку потом покупатель бы не вышел с этой стороны я рисковал тем что я просто свои деньги которые у меня в легком доступе есть трачу на то что долг отдаю который который я хотела дать с продажи недвижимость и невижимость не продалась в этом был риск в целом все прошло идеально не по одной сделке проблем не было смотрите вас основании канала хотел поинтересовать что то перестал инвестируйте крик то есть благодаря крипте ты спрямился и основной капитал я скрипты торгую я в нее инвестировал только в самом начале когда не знал ничего фондовой бирже не не знал ничего про рынок недвижимости когда торговать на рынке крипты не умел я просто откладывал небольшие деньги инвестиров в крипту первый капитал на этом я так свою поднял а потом начал у него торговать на бирже и все в крипту они инвестируют на копейки какие-то небольшие что пошло не так ничего не пошло не так просто нет смысла инвестирует в крипту есть смысл инвестировать допустим на фондовой бирже чтобы доведену доходность получать покрывать свои расходы есть смыслом недвижимость примерно с такими же намерения инвестировать крипту ну крипто это пузырь важно понимать это пузырь инвестировать на долгосрок в пузырь можно поскольку он все-таки не подвергну если мы про биткойн говорим он не подвержена инфляция но это совсем долгосрочные периоды и и у меня нет никого горизонта планирования там 20-30 лет вперед абсолютно да и вряд ли у кого-то кто инвестирует крипту есть какое-то понимание что там будет на 20-30 лет вперед они просто покупают криптов друг повезет на самом деле но важно отдавать себе отчет действительно в том что если по ваш крипту скорее всего ты игроман ну я встречал миллион людей кто инвестирует в крипту зачем они инвестируют крипту а вот я сейчас заработаю подниму денег очень много насильно растет но это не подход инвестор абсолютно и люди многие деньги на это теряют обходить со стороны брокера втб они кинули более 400 тысяч клиентов пишут украли накопления не в курсе не в курсе ничего про втб выглядит как какой-то покупной комментарий не в курсе ничего за втб ну в целом бы ссылка в описании напомню на бкс лучше брокер россии инвестируйте с ним можно видео в 1080 записать пожалуйста я вроде бы начал записывать 1080 должен быть все нормально а сам бизнесе что с ним случилось мой бизнес не пережил трансформацию из микро бизнеса в малый бизнес мой канал не про бизнес поэтому я не буду вдаваться подробностям опыт получил дальше в будущем не повторю таких ошибок как я рад что этот черт потерял деньги также как тысячу людей которые верили ему на торговле крипто и спасибо большое что радуетесь моим потерям здравствуйте где сам может связаться поводу сотрудничества не знаю в комментарии в этом описании вроде есть моя почта и особо не проверяю на сколько лет за ты ипотеки на 20-30 можно заработать инвестициями рынках 400 долларов меня нет стабильного заработка нет на инвестициях ты не заработаешь на инвестициях ты на долгосрока инвестируешь свои деньги чтобы там каких-то целей достичь чтобы купить iphone имеет 400 долларов за сколько стоит iphone если выбор купить iphone или инвестировать и если нету цели никакой своих инвестициях и нет понимания как этим целям прийти так не стоит инвестировать ни в коем случае заработать инвестициях невозможно если вы хотите заработать это скорее всего игромания да вот это вот ставки на курс вы же не трейдер профессионально вы потеряете деньги я вот например торгую криптой но и зарабатывать деньги но я знаю миллион людей кто пытались начать торговать крипто ничего не понимаю в трейдинге просто делали ставки сейчас на вырос сейчас упадет сейчас покупаешься продаю ну естественно все кто так делают теряют деньги без исключения зарабатывать на трейдинг только те кто умеет торговать нужно учиться торговать если вы хотите этим заниматься и зарабатывать деньги не иначе удачи